Коллеги, добрый день. Приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре, посвященном третьей серии конференц-системы компании ITC. Сегодня для вас рассказывать будет Алексей Злобин, продукт-менеджер по оборудованию ITC. И поможет мне Юрий Кушин, пресейл-инженер также по оборудованию ITC. Сегодня мы будем с вами общаться больше, чем час. Скорее всего, то, что запасайтесь кофе, чаем, пирожками. Если у вас появляются вопросы, смело пишите нам в общем чате. Мы с Алексеем будем подсматривать чат и, соответственно, на вопросы озвучивать и отвечать на них. Сегодня расскажем о конференц-системе ITC серии TSM3. И начнем, я думаю, немного с истории. Расскажем, что такое, немножко напомним о бренде ITC. Такой краткий обзор. ITC является зарегистрированной торговой маркой компании Гуанчжоу Balloon Electronics. Компания основана в 1993 году и, можно сказать, что в следующем году она отметит свой 30-летний юбилей. Компания занимается разработкой и производством аудиовизуальных систем и систем освещения. Как вы видите на слайде, это штаб-квартира в городе Гуанчжоу. Производство — это четыре фабрики в двух городах Гуанчжоу и Ханчжоу. У компании есть большой склад, более 5000 квадратных метров. Когда мы начинали работать с компанией ITC в 2019 году, штат компании насчитывал порядка 3000 сотрудников. За вот эти три года и последние два пандемийных года компания выросла. Сейчас штат компании насчитывает уже более 5500 человек. Компания работает по всему миру. Компания — большой отдел продаж, около 2000 сотрудников. Большой отдел маркетинга — 900 человек. Свой отдел разработок R&D — это 600 человек. И на производстве в настоящий момент задействовано более 2000 сотрудников. Несмотря на то, что бренд ITC не так широко известен на российском рынке, но я думаю, что за последние годы усилиями нашей компании бренд стал узнаваемым. В Китае данный бренд очень широко известен. Как вы видите, бренд ITC — компания участник всех знаковых мероприятий, которые проходили в Китае за последние два десятилетия. С 2018 года системы компании ITC широко используются в различных комитетах и органах Организации Объединенных Наций. Товарный знак ITC в настоящий момент зарегистрирован в более чем 35 странах. Компания имеет более 60 тысяч глобальных партнеров по всему миру. И в настоящий момент в мире реализовано уже более миллиона успешных кейсов. Как я уже говорил, компания Appymatic — эксклюзивный дистрибьютор бренда ITC с 2019 года в России. И официальный дистрибьютор в странах присутствия Appymatic. Мы представляем не все пока линейки оборудования, а только четыре. Это цифровые аудиоконференц-системы, безбумажные конференц-системы, профессиональные аудиосистемы и аудио-видеокоммутации управления. И сегодня мы остановимся на первой линейке оборудования — цифровые аудиоконференц-системы. В настоящий момент линейка конференц-систем компании ITC достаточно широкая, но компания не стоит на месте. Компания идет вперед, занимается исследованиями и разработками. В начале этого года компания представила новую конференц-систему серии TS-03. Это новая система, разработанная на базе двухпроцессорной платформы. Система поддерживает различные режимы вывода аудиосигнала, включая 16-зонную группировку, усиление звука с фазовым управлением. Возможно, одновременная работа с синхронным переводом. Мы про это потом еще подробнее говорим. И, в принципе, это именно старые модели, какая возможность была без дополнительных независимых систем синхронного перевода. Возможно, работа как с проводными, так и с беспроводными микрофонами. В данной системе возможно реализация такой функции, как преобразование речи в текст. Система поддерживает до 108 каналов вывода звука одновременно. И в данной системе возможны два типа резервирования. Кольцевое резервирование и цифро-аналоговое резервирование для обеспечения стабильности системы. Обо всем этом мы вам более подробно расскажем далее. Но, собственно, как любая конференц-система, система представляет достаточно широкий функционал, не уступающий мировым известным производителям конференц-систему. Собственно, это сама аудиоконференция, голосование, контроль времени говорящего, активация микрофона по голосу, регистрация участников, обмен сообщениями, различные сервисы, работа с системами синхронного перевода и такой современный функционал, как наведение камеры на говорящего и интеграция системы пожарного оповещения. Собственно, вот такая структура системы. В центре, в ядре системы — это контроллер. Как я уже говорил, система работает одновременно с проводными и беспроводными микрофонами, интегрируется с системой преобразования речи в текст, системой синхронного перевода и системой звукоусиления. Системы, как видно на этом слайде, свои собственные линейки беспроводных микрофонов, о них мы тоже позднее поговорим, о их фичах, о возможностях. Также свои проводные микрофоны, которые не работают, например, со старой. По поводу преобразования речи в текст. Можешь рассказать? Ну, коллеги, мы сегодня на этих вот сторонних системах, системе преобразования речи в текст, системе синхронного перевода подробно не будем останавливаться. Система синхронного перевода, которая может интегрироваться с данной системой аудиоконференции, это прежняя система. А система преобразования речи в текст — это совершенно новая система. Но в настоящий момент недоступен, собственно, русский язык. Он в процессе разработки, и как только он будет доступен, Возможно, мы сделаем новый вебинар и подробнее расскажем о данной системе. Да, сейчас доступно два языка, это китайский и английский. Как я знаю, у нас в принципе есть по запросу, цену сможем предоставить. Да, конечно, цены есть, если интересно, то можем предоставить. Давайте двигаться дальше. Какие особенности данной системы? Данная система, как я уже ранее упомянул, основана на двух процессорах архитектуры. И, собственно, что это такое? Один процессор отвечает за логику работы непосредственно аудиоконференции, а второй процессор – это высокопроизводительный DSP-процессор, который отвечает за всю обработку звука, и в том числе за работу с матрицей. Благодаря тому, что у нас, соответственно, два процессора, которые каждый работает под свои задачи, у нас улучшился звук по сравнению с предыдущей линейкой, и появились такие новые функции, как, например, 16-канальная матрица. Это как функция, такой как локомотив, наверное, который позволяет продвигать это решение, что можно отказаться в том числе от аудиоматрицы. Работа беспроводных микрофонов осуществляется через Wi-Fi-сеть. Собственно, здесь на самом деле ничего не изменилось, и можно, по-моему, до 300 микрофонов подсоединить к одному контроллеру. Совместно использовать, то есть, например, удобно, когда есть какой-то закрепленный стол, где можно установить проводные микрофоны, и какая-нибудь галерка, либо стол модератора, где тяжело вести кабель, можно, соответственно, поставить беспроводную микрофон. И добавились еще интерфейсы, и улучшилась их там работа, ну, чуть подробнее о них потом расскажем. Ну, вот, соответственно, переходим плавно к функционалу. Становые функции, которые новые появились. Ну, вот очень интересная функция новая, которая не была доступна в предыдущих моделях, и данный функционал у нас очень часто спрашивали наши партнеры, это 16-зонный фазовый контроль. Что это такое? Это функция управления фазой 16-зон, основанная на оригинальной технологии конференц-матрицы. Она использует встроенный матричный аудиопроцессор N16 для вывода 16-канальной группировки звука. Каждый источник входного сигнала, включая источники входного сигнала, включенные микрофоны, может вводиться на любой канал. Система поддерживает смешанное использование проводных и беспроводных устройств. И, собственно, мы также можем организовать группы, которые мы можем выводить, не отдельные микрофоны, а группы микрофонов. Также выводить их на любой из возможных выходов. Также поддерживается регулировка громкости и 10-полосный эквалайзер. Для чего это обычно у нас спрашивали? Нужно было записывать конференцию, но не всех участников конференции, а, например, председателя конференции или, например, президиум только. Также часто у нас спрашивали о таком функционале. Например, хотели партнеры приобрести один контроллер, а у них было несколько переговорных комнат или несколько небольших конференц-залов. Нас все время спрашивали, а можно ли использовать один контроллер для проведения конференций в нескольких залах? На предыдущих линейках данный функционал был недоступен. При использовании нового контроллера, как вы видите на схеме, мы можем организовать несколько групп микрофонов, собственно, что равноценно использованию нескольких залов или проведению нескольких независимых конференций на одном контроллере. По поводу записи только председателей, условно, президиум. Это получается, что можно сделать, используя аудиовыход, да, получается, и куда-нибудь на внешней схеме записи. Да, на внешней, да. Данная запись, такой функционал, то есть отдельная запись, доступна только на внешние устройства. В самом контроллере есть возможность записи, об этом мы поговорим немножко позднее. Ну и такой, как бы, функционал, как резервирование. В данном контролле доступны два вида резервирования. Первый тип резервирования, цифроаналоговое резервирование, был доступен и на предыдущей линейке. Что это такое? Данный функционал, он, собственно, реализуется непосредственно на микрофонах. Вот вы видите микрофоны на слайде. Данные микрофоны имеют два независимых капсюля. Один капсюль работает на цифровой вход на RG45, а второй капсюль работает на отдельный аналоговый выход XLR. То есть мы данные микрофоны запитываем по коммутатора и также они запитываются от аудиопроцессора с фантомным питанием. Если у нас, например, выходит из строя контроллер или по коммутатор, где-то рвется связь, то данные микрофоны у нас продолжат работать. Да, мы теряем функционали конференции, потому что конференция в основном обеспечивается по цифровому входу весь функционал, но мы не теряем голос выступающего. Просто он передается по аналоговой сети через аудиопроцессор, подавителя акустической обратной связи, на микшер и дальше на систему звукоусиления. То есть вот такое вот цифроаналоговое резервирование. Сам, конечно, это функция самого микрофона, вот этого 0304, только он, по-моему, поддерживает данный функционал. Ну, имеется место быть функционалом. Такой функционал. То есть если необходим функционал резервирования, это один из вариантов. То есть нам не нужна вторая система параллельная, можно реализовать резервирование таким вот образом. И, собственно, доступен еще один тип резервирования, это кольцевое резервирование. Явилось именно в этой линейке. Это вот новая функция. В предыдущих линейках данный функционал был недоступен. Там микрофоны, проводные микрофоны мы могли подключить только по цепочке, и цепочка была не замкнутой. Собственно, здесь мы можем сделать кольцо с помощью специального дополнительного устройства ТС-0321. Мы замыкаем кольцо, и в случае, если у нас в любом месте вдруг происходит обрыв между микрофонами, то те микрофоны, которые как бы остаются за линией обрыва, они продолжают работать через именно вот это дополнительное устройство ТС-0321. То есть у нас разрывается кольцо, но микрофоны продолжают работать каждый по своему так называемому плечу. Насколько я понимаю, нет ограничений, какой микрофон. То есть это любой микрофон третьей линейки, так будет работать. Я вижу вопрос, есть в чате от Андрея Мирщенко. Я понимаю, это относится к предыдущему слайду. В таком случае каждому микрофону будет подсоединяться по два кабеля, да? Совершенно верно. То есть у тебя, получается, в микрофоне доступны два интерфейса, это G-45 и XLR, насколько я знаю, там XLR. Но мы более подробно об этом микрофоне мы расскажем далее. То есть мы про все микрофоны в данной линейке планировали рассказать. На данном контроллере, так же как и на контроллере предыдущей линейки TSW-100, доступна запись и воспроизведение с USB-носителя. Но так как данный контроллер еще имеет, как мы уже говорили, встроенную матрицу, то есть 16 аналоговых выходов, то мы на данном контроллере даже можем реализовать такой функционал, как воспроизведение фоновой музыки в разные зоны. То есть если мы подключим, организуем различные зоны, по сути у нас будет этот контроллер работать как контроллер фонового звука или усилитель фонового звука. Ну, стандартный функционал – это функционал аудиоконференции. На данном контроллере отличные качества звука благодаря цифровой передаче. Программное обеспечение поддерживает десятиполосную регулировку эквалайзера для всех микрофонов, звук можно регулировать в соответствии с непосредственно требованиями и особенностями голоса выступающего. То есть можно настроить каждый микрофон от выступающего, если мы заранее знаем и заранее это сделаем. Как раз тоже новая функция. В предыдущих моделях можно было только массовую настроить, а индивидуальную не получало. Ну, не было такой возможности. Да, и сейчас производитель, скажем так, разграничил управление конференцией и, скажем, управление микрофонами, их не работой, а чувствительностью микрофона, характеристики, высокие, низкие частоты. Это все выведено, например, управление конференцией, сервисы голосования, авторизация, пронумерация, и это выведено при помощи программы. А вот, например, тот же самый эквалайзер, он отправляется через веб-интерфейс. То есть именно сделали раздельное управление. Такой функционал, как регистрация, также поддерживается данной системой. Председатель инициирует процесс регистрации. Участники участвуют в регистрации в режиме реального времени. После инициации участник нажимает кнопку на микрофоне. В данном доме он на микрофоне. Экраном, без экрана, проводной, беспроводной. Да, поддерживаются физические сенсорные кнопки. А, собственно, модератор или администратор данного мероприятия конференции, он в своем программном обеспечении видит, кто зарегистрировался в режиме реального времени. Также появилась возможность выводить результат голосования на экран, сторонний экран, с помощью HDMI-выхода на персональном компьютере. Я когда проверял эту функцию, то есть когда мы нажимаем просмотреть результат, как на втором экране у меня, например, к ноутбуку был подключен второй монитор. И вот изображение итогового, кто как зарегистрировался, результат, он сразу автоматически уходил у меня на второй экран. И то есть можно вводить это на какую-то большую там видеостену, на большой телевизор, если двух в переговорной комнате есть. И, соответственно, видеть результат уже отдельно, то есть не пытаться там как-то это окно перемещать, чтобы сразу уже получать результат. Вижу вопрос от Андрея, как проходит регистрация. Модератор через приложение, соответственно, запускает во время конференции процесс регистрации. И каждый участник на своем микрофоне должен нажать кнопку mute, по нажатию которой, соответственно, начинает гореть световой индикатор на самом микрофоне, означает, что он прошел процесс регистрации или авторизации, по-разному это можно назвать. Но если заранее мы в программу внесли имена участников, то прям поименно видно, кто зарегистрировался. Фактически мы привязываем, что условно там Иван Васильевич сидит за микрофоном под номером 5, Юрий Якушин сидит за микрофоном номером 7. И, соответственно, когда он нажимает там активировать свой микрофон, в системе будет видно, что там Иван Васильевич и Юрий Якушин, они были на этой конференции. Зарегистрировались на этой конференции. Ну да, они там присутствовали. Регистрация происходит по нажатию кнопки. То есть здесь нет функционала регистрации по чип-карте. Только по нажатию кнопки. Сморкатор должен готовить заранее. Да, доступен функционал голосования. Поддерживаются функции голосования в различных режимах. Собственно, содержание опций этих режимов можно настроить на каждом устройстве. Это может быть голосование по трем пунктам, оценка по пятибалльной шкале, выбор из предложенных вариантов ответа по пяти пунктам и удовлетворенность, там, высокая, низкая, средняя. То есть такой хороший функционал аналогичным, да, ведущим производителям. Тут уже в отличие от авторизации, чтобы участвовать в голосовании, нужно иметь микрофон с сенсорным экраном. Соответственно, чтобы можно было иметь возможность выбрать это и увидеть вообще сами варианты голосования. Да, коллеги, прошу, чтобы вас не смущало, да, вот то, что вы видите на экране, да, там отображаются иероглифы. К нам сейчас должны прийти проводные микрофоны, вот с сенсорными экранами, буквально ждем поставку со дня на день. Мы отфотографируем интерфейсы, доступные четыре языка, китайский, английский, русский, французский. То есть мы все это отфотографируем интерфейсы на русском языке и заменим в этой презентации. Голосование может происходить и на русском языке, и русский язык присутствует в данных микрофонах. Ну и, соответственно, точно так же, как и с авторизацией, модератор может видеть результаты голосования и, соответственно, вывести их на какой-то большой внешний экран или там проектор. Также доступен такой функционал, как речевой секундомер и речевой таймер. Что это такое? Если мы включаем режим речевого таймера и устанавливаем, например, пять минут на выступление, то, когда у нас делегат включает свой микрофон, идет обратный отчет времени. По истечении там пяти минут микрофон автоматически будет выключен. Функция речевого секундомера работает по-другому. Наоборот, когда выступающий нажимает кнопку на микрофоне и начинает говорить, начинается как бы отчет времени. И при повторном нажатии, при завершении разговора просто отслеживается время выступления и оно будет сброшено при начале следующего выступления. Также доступна отправка сообщений, то есть не двусторонние, а отправка сообщений односторонняя. То есть секретарь или модератор конференции может из своего интерфейса отправить либо какое-то персональное сообщение какому-то любому из участников конференции, у которых есть микрофон с экраном, либо отправить какое-то групповое сообщение. Можно использовать как какие-то предустановленные шаблоны текста, так и можно прям онлайн вбить текст, который необходимо отправить участию. Также с микрофонов, которые имеют сенсорный экран, доступен такой функционал, как конференц-услуги. То есть любой из делегатов может запросить у организаторов мероприятия ручку, бумагу, чай, или просто попросить, чтобы к нему подошел секретарь. Либо помощник какой-то, обслуживающий персонал. Вот Юрий сейчас расскажет про интеграцию системы синхронного перевода. Работа с синхронным переводом, в принципе, как от предыдущих устройств не изменилась. Ну, не с предыдущих устройств, а от предыдущих референс-систем с DBU 100 и 02 не изменилась. То есть точно так же доступен работа синхронного перевода, если мы хотим, например, выводить не на беспроводные приемники синхронного перевода, а, например, на сами микрофонные пульты, которые стоят на столе, а микрофоны так умеют. Можно, соответственно, на микрофоне с самым экраном выбрать, какой канал синхронного перевода мы будем слушать. То есть мы берем просто сами микрофоны переводчика, подсоединяем в контроллер, и уже на микрофонах через наушник можем слышать, соответственно, перевод с нужного нам канала. Также можно сделать отдельную систему синхронного перевода на беспроводные ИК-приемники. Для этого потребуется именно полноценная система синхронного перевода с излучателями, с контроллером, с зарядкой. Собственно, она вот здесь и показана на экране. Да, они здесь на экране, то есть, возможно, оба варианта. Ну, первый, соответственно, бюджет. Вадим Ивкин спрашивает, а когда планируется сделать регистрацию по картам? У нас есть у предыдущего комплекта конференц-системы. Да, я могу даже сейчас показать. Есть микрофонный пульт один, у которого есть возможность вставить ему идентификационную карточку. Ну, и, соответственно, отдельно есть программатор для этой карточки. И у него даже есть на обратной стороне именная карта. Коллеги, вот если видно, да, вот показываю вам, есть вот такой вот у нас микрофон с возможностью регистрации по карте, но он доступен в предыдущей системе. Вот в комплекте к микрофону идет вот уже чип-карта. То есть это микрофон TS-0203, да. И к нему также, к этой системе идет вот такой программатор чип-карт. С помощью специального программного обеспечения мы вот чип-карты вставляем сюда и программируем. То есть данный функционал доступен в предыдущей системе. Когда он появится в данной системе, к сожалению, пока у нас нет дорожной карты. То есть если сейчас вам необходимо реализовать конференц-систему с регистрацией по карте, то, пожалуйста, мы можем это реализовать на предыдущей системе. Все микрофоны, на всех микрофонах доступна активация по голосу. То есть мы можем настроить чувствительность и время выключения микрофона. Чувствительность по умолчанию составляет там 60 единиц, и этот диапазон настраивается. То есть сказали, микрофон включился. Как только вы перестали говорить, через какое-то там время, которое мы, опять же, можем регулировать, устанавливать микрофон, выключиться. Это, наверное, где-то можно использовать, где жестко регламентировано время выступления, и, например, люди не хотят пальцем тыкать в микрофон, его двигать, чтобы не двигали. Я пробовал, это действительно работает, очень удобно. Но эта штука работает и на предыдущих комплектах. Да, в предыдущей линейке данный функционал также доступен. Этот функционал автоматического наведения камеры на активный микрофон, он тоже, в принципе, не изменился. И работает также и с предыдущими, с TSW-100, мы это все отработали. И можно без помощи крест-тронов, IMX и х-тронов сделать так, что при помощи, соответственно, нашего терминала ВКС, это E-Link VC880 и Meeting K800, новый терминал, который сейчас у нас выходит, сделать так, что по активации микрофона камера, подключенная к терминалу, будет наводиться по заранее настроенному пресету. Можно использовать как терминал E-Link, например, если мы переговорную комнату оснащаем для работы с классическими системами ВКС. А если там что-то стороннее, то мы можем контроллеру просто подсоединить там стороннюю камеру. Управление происходит по кабелю RS-232 и, соответственно, используется протокол там WISCO-PELCO, можно выбрать. Вот, очень удобно. Если, например, в комнате не требуется управление одновременно там шторами, кондиционером, светом, телевизором, а только управление самой камерой, то тут, соответственно, сразу же готовое решение. Вижу, есть вопросы. Александр Панасенко. Скажите, по E-коммутатору можно использовать любой для автонаведения? Да, можно использовать любой, желательно неуправляемый, и который, скажем так, у него выключенный за различные там защиты, по-моему, это называется Snooping, если я не ошибаюсь. Ну, желательно любой, неуправляемый, и попроще. У нас тоже есть эти коммутаторы. Да, на карте тоже представлены, да. Компания Вайтек. Тоже, что наоборот. На будущее, например, если всего одна камера требуется, то он не используется. Там напрямую можно подсоединить к терминалу. А если много камер, камер можно подсоединить до 9 штук, то для этого как раз и требуется по E-коммутатору. Дмитрий Горьков пишет, так VC-880 снят с производства. Снят с производства, но в наличии на складе он у нас еще есть, и вроде как наши продукт-менеджеры хотят закупить там партию этого терминала, чтобы еще, соответственно, была возможность его реализовывать. А M800 и MIT-NK800, да, действительно приходят на смену VC-880, поэтому мы здесь его и указали, что оба есть варианты. Но мы его ожидаем где-то, наверное, уже хотя бы в конце весны, его все-таки уже начать получить, потому что пока у нас есть только один образец. У нас, по-моему, кстати, скоро будет вебинар и по новинкам ВКС. Давайте двигаться дальше, да. Ну, собственно, связь с пожарной сигнализацией реализуется с помощью, собственно, интеграции системы пожарной сигнализации. Есть специальный интерфейс для подключения. И при срабатывании системы пожарной сигнализации на микрофоне, который без экрана начинает мигать красный... ...в самом микрофоне, а там, где есть экран, там будет такая красная надпись, такая большая... ...тревога или аларм, да, как угодно. Также это на экране самого контроллера. Фактически там интерфейс — это два контакта, которые срабатывают на замыкании-размыкании. Ну и, собственно, давайте рассмотрим более подробно продукты. Карта продуктов линейки TES внутри представлена контроллерами. Это контроллер TES 0300M и 0300MA. Обо всем мы более подробно расскажем сейчас дальше. TES 0300MA — это контроллер-расширитель. И 0300MX — это контроллер разделения функций, так называемый. Беспроводные микрофоны представлены пятью моделями. Каждая из моделей представлена в варианте «председатель-делегат». Проводные микрофоны также представлены пятью моделями. Плюс один микрофон, вы видите, 0370TCHI — это микрофон или консоль переводчика, система синхронного перевода. Для работы без проводных микрофонов требуется точка доступа и зарядное устройство. Для организации цепочки из проводных микрофонов нам необходим будет переходник, кольцевой удлинитель, если нам необходимо реализовать кольцевое резервирование, и удлинитель линии, если линия у нас превышает 100 метров. Ну и, собственно, вот смотрите, те, кто знаком с предыдущими линейками, я вот показал здесь на слайде контроллер предыдущей линейки TSW-100. Вы видите его рекомендованную розничную стоимость слева. Данный контроллер также поддерживает работу с проводными и беспроводными микрофонами. И одной из особенностей данного контроллера было то, что данный контроллер имеет на своем борту встроенный усилитель. То есть мы могли подключить напрямую к нему два громкоговорителя. Два под 25 ватт. Да, два под 25 ватт. Ну, их достаточно, например, для того, чтобы модератор, который сидит, например, в соседней комнате, в специальной там операторской, мог слышать, что происходит в основном в зале конференции. Ну, собственно, видите, да, набор интерфейсов. И теперь давайте мы посмотрим... Вопросик, WS тоже, он не снимается с производства с момента выхода 1.3? Да, коллеги, смотрите, данный контроллер, он доступен. Доступен и для заказа, и доступен на нашем складе. Эти системы мы в настоящий момент будем продавать и предлагать в проекты параллельно, в зависимости от того, какой функционал необходим нашим партнерам и конечным заказчикам. Вот так как третья линейка – это новая и большая функционала, она, соответственно, банально дороже. Ну, собственно, вот данный контроллер, в принципе, внешне очень похож на предыдущий, но у данного контроллера нет уже встроенного усилителя, зато, как вы видите, добавилась аудиоматрица, большая аудиоматрица на 16 выходов, так называемые евроблоки или фениксы, там как угодно их можно назвать. И вы видите рекомендованную розничную стоимость на, как бы, младший из контроллеров в линейке, на контроллер TS-0300M. Ну вот, да, Юрий показал вот это именно выходы аудиоматрицы. 16 выходов плюс 1 XLR и плюс пара RCA разъемов. Сейчас доступны вот два контроллера, это бюджетный контроллер, базовый контроллер TS-0300M и контроллер TS-0300MA, у которого на борту, помимо матрицы, есть еще подавитель акустической обратной связи EFC, и на борту также есть интерфейс Dante. То есть вы видите, да, разницу стоимости там почти 1000 долларов. Здесь видно на картинке, что здесь есть энное количество ERS Ethernet-портов, там и модули расширения, если, например, нам 128 микрофонов недостаточно, потому что контроллер там поддерживает 4096 микрофонов, то они как раз-таки там через ERG-45 подсоединяются. Также Dante-интерфейс под ним, то есть если выбрать, например, контроллер базовый, который 0300M, то, соответственно, Dante-интерфейса там банально просто не будет. Они, в принципе, да, задние панели ничем не отличаются, единственное, просто Dante-порт не будет активным, а у топового контроллера Dante-порт будет активным. Ну и, как мы уже говорили, на данном контроллере встроена 6-канальная матрица мощная, то есть мы можем выводить либо отдельные источники звука, либо группы микрофонов на любой из выходов. Собственно, есть сетевой интерфейс Wi-Fi, к которому мы можем подключить напрямую либо одну точку доступа, либо через этот интерфейс можем подключить COE-коммутатор для увеличения количества беспроводных точек доступа. Система интегрируется с системой синхронного перевода, имеет связь с пожарной сигнализацией, обо всем этом уже рассказали. Поддерживается запись воспроизведения через USB-порт. Ну и, собственно, как я уже говорил, в топовом варианте, в контроллере 0300MA, это есть встроенный 10P-процессор с функциями настройки звуковой матрицы, эквалайзера громкости и задержки, и встроенный сетевой интерфейс данных. На данном контроллере поддерживаются все четыре стандартных режима управления конференцией. Это очередь стандарта активации по голосу по запросу. И вот, как уже мы показывали на слайде предыдущем, есть интерфейсы для управления камерами PLKD и Vista, для реализации наведения автоматического камеры на говорящую. Периферийные устройства представлены вот такими двумя контроллерами. Это вот контроллер расширения TS0300ME. Он добавляет в систему дополнительно еще 128 проводных микрофонов. Вы видите, на задней панели есть три интерфейса. Для подключения микрофонов к каждому можно подключить не более 40 микрофонов. Подключая такие контроллеры в цепочку, мы можем нарастить систему до 4096 проводных микрофонов. Что такое контроллер разделения функций TS0300MX, которого не было в предыдущей системе. Это, собственно, дополнительная аудиоматрица, которую мы подключаем к основному контроллеру. И таким образом мы увеличиваем количество аналоговых выходов. То есть 16 у нас будет на самом контроллере, плюс данный контроллер добавляет еще 16 аналоговых выходов. И подключив цепочку до 8 вот таких процессоров или контроллеров разделения функций, мы увеличиваем количество аналоговых выходов до 128. Ну вот периферийное устройство – это кольцевой удлинитель, о котором мы уже говорили, TS0321, который позволяет нам сделать кольцо из микрофонов. И удлинитель линии до 100 метров, который также позволяет, по названию понятно, удлинить линию и нарастить количество подключенных микрофонов в одну цепочку. Данные оба устройства, они требуют дополнительного питания, и адаптер питания в комплект не входит. Его нужно приобретать дополнительно. Мы всегда докладываем. Да, приезда к нам, мы его всегда дополняем. Дополняем спецификацию, да. Проводные микрофоны представлены пятью моделями. В каждом из микрофонов есть свой встроенный DSP-процессор. Частота дискретизации 48 кГц. Отличное качество звука. Аналогичное качество звука, например, компакт-диска. Поддерживается пятиполосный эквалайзер. Данные микрофоны, в отличие от первого микрофона верхнего, они все подключаются в цепочку. Поддерживается функция обновления программного обеспечения на веб-странице. Поддержка входа в систему. Микрофон председателя имеет функцию управления конференцией. А делегат может подать заявку на выступление, нажав на свою кнопку. Все зависит от режима работы. Какой режим конференции может быть? Я хотел отметить, что в отличие от 100 серии или 2 серии конференц-систем, эти микрофоны, они уже все имеют у себя на борту G45 интерфейс. Предыдущие у нас были авиационные кабели, вот эти шестепиновые, такие круглые. Здесь уже G45, поэтому требуется всегда еще переходник использовать, потому что на самих контроллерах все равно используется вот этот шестипиновый авиационный разъем. Но зато гораздо удобнее все-таки не вот этот толстый кабель протягивать, а это широкая. Ведуя пара, да, либо заранее заложенная пара. Ну и вот, коллеги, начнем мы с первого микрофона. Как раз этот микрофон, который позволяет сделать цифроаналоговое резервирование. Микрофон TS-0304, как вы видите, у него на борту есть RG45. То есть по умолчанию микрофон работает всегда. То есть если нам необходим функционал аудиоконференции по RG45 интерфейсу, если нам необходимо резервирование, мы подключаем дополнительно аудиоразъем mini XLR, заводим все это дело на аудиоматрицу. Таким образом у нас достигается резервирование. Вы видите рекомендованные розничные цены на всех слайдах с компонентами системы. Все эти цены актуальны. Но при заказе необходимо уточнять. Данный микрофон, как вы видите, у него нет ни встроенного динамика, ни возможности подключения наушников, а только сенсорные кнопки и два разъема. Проводной микрофон TS-0305 представлен, как я уже говорил, в двух вариациях. Председатель-делегат. У него два порта RG45, причем эти порты независимые. Мы можем подключать кабель как от контроллера в любой из этих входов, так и к следующему микрофону в цепочку, также через любой из этих входов. То есть порты эти независимые. И, собственно, два разъема Jack 3,5 мм. Подключив две пары наушников, мы на этом микрофоне можем принимать два разных канала синхронного перевода. Вот этот функционал был ранее недоступен в предыдущей линейке. На микрофонах можно было принимать только один канал синхронного перевода. На всех микрофонах, о которых мы будем говорить далее, можно прослушивать сразу два разных канала переводчика. Фактически можно один микрофон на два рабочих места использовать. На два рабочих места, это вариант. В данном микрофоне также не предусмотрен динамик, только подключение наушников. И, собственно, данный микрофон, как видите, доступен только с микрофоном типа пушка. Это же вообще, по-моему, несменный. По-моему, даже нельзя его развивать. Следующий микрофон это TS-0308. Это самый бюджетный проводной микрофон в этой линейке. Вы видите его рекомендованную розничную стоимость. Также на борту два порта RG45. Также у него нет дополнительных разъемов для подключения наушников. И он идет без встроенного динамика. У данного микрофона сенсорные кнопки. Здесь видно, что он гусиная шея. Он сразу поставляется, все микрофоны, пульты, основа, базовый блок. Это боди, боди, корпус, боди, тушка, кто как называет. Да, то есть вот эта цена, это сразу с учетом гусиной шеи и, соответственно, самого пульта. То есть это не отдельные. Не отдельные компоненты. Все это стоимость указана за комплект. Микрофон плюс корпус. Сразу возникает следующее, что микрофон поставляется с определенной длиной гусиной шеи. Соответственно, других, например, с несколькими звеньев гибких, или там другая длина гусиной шеи. Ее нет возможности заказать. У нас нет других вариантов. Пока так. 0308А. Микрофон можно заменить. Ну, смотрите, вот здесь он прикручивается. Там стандартный XLR, да, по-моему? Ну, смотрите, да. Если он сломается, да, конечно, можно его заменить. То есть он сменный, съемный, да, но он не поставляется, например, с микрофоном типа Пушка. То есть только с микрофон гусиная шея и стандартной длины. Я подстороннего. Тут же я стандартный. Ну, от стороннего. Не, ну, если у вас есть как бы в качестве зипа какой-то там другой микрофон, там есть разъем, в который подключается, и, соответственно, подсоединяется сам микрофон. И он может отличаться от микрофонов другой модели. А здесь нужно смотреть. Это вопрос о том, что можно ли заказать отдельно микрофон. Я думаю, это мы про работу. А в второй момент можно ли сюда включить сторонний. То есть, например, от кони Боша, от Шура микрофон открутить. Сторонний, к сожалению, нельзя. Здесь такой свой разъем. Правда, он такой, можно сказать, унифицированный. Да, но микрофоны от других брендов, к сожалению, к нашим микрофонам не подходят. К микрофонам ITC. Следующий микрофон – это как бы топовый микрофон в линейке. У него на борту есть 3,5-дюймовый полноценный, полноцветный сенсорный экран. В языке меню русский, английский, французский, китайский. Поддерживается, как я уже говорил, прием двух каналов различных синхронного перевода. Речевой секундомер, таймер, голосование, конференция услуги. Все доступно на этом микрофоне. И, как вы видите, у него есть на верхней панели внизу отверстие, но это отверстие не встроенного динамика. То есть во всех микрофонах линейки TS-03 нет встроенных динамиков. То есть это такие технологические вентиляционные отверстия. Спрашивали у производителя, почему нет динамиков. Производитель сказал, что получил обратную связь от партнеров, от пользователей. И практически никто в настоящий момент не использует встроенные динамики. Все используют внешние системы звукоусиления. МА-03 от 08 отмечается только корпусом. Там вертикальный экран, тут горизонтальное исполнение экрана. Просто кому какой нравится корпус, больше от него зависит. Значит, следующий микрофон TS-0310, как вы видите, также микрофон с большим сенсорным экраном. Не буду перечислять все функции. Они такие же, как у предыдущей модели. И также у этого микрофона нет встроенного динамика, но он немного дешевле, возможно, из-за дизайна. То есть у него такой попроще дизайн, более такой квадратный. Но это микрофон уже микрофон или консоль переводчика. Здесь уже большой 7-дюймовый сенсорный экран. К сожалению, на этом микрофоне нет механических кнопок, а только сенсорный экран. Доступен весь функционал, который был доступен на предыдущей модели. Поддерживается работа также 63 плюс 1 канала синхронного перевода. Доступен такой функционал, как кнопка медленно, чтобы попросить говорящего снизить скорость речи. То есть весь необходимый функционал для введения полноценного синхронного перевода поддерживается. Можно еще помимо того микрофона, который, соответственно, здесь есть на усиленной шее, сбоку можно, например, подсоединить, если переводчику удобнее пользоваться наушниками, ну да, типа с микрофоном, то так тоже. Кстати, гарнитура идет в комплекте. То есть наушники с микрофоном в виде гарнитуры дополнительные, они идут в комплекте. Либо ее можно заказать дополнительно, она есть отдельной позицией. Так как это практически расходный материал при работе, частой работе переводчика. И если мы данный микрофон используем, не подключаем его напрямую к контроллеру конференц-системы, а к контроллеру системы синхронного перевода, то данный микрофон необходимо запитать с помощью дополнительного блока питания, который также у нас есть в наличии. И при составлении спецификации наши пресейл-инженеры всегда это учитывают и предлагают. Беспроводные микрофоны представлены пятью моделями. Это три микрофона и микрофонный массив. Те, кто знаком с предыдущей линейкой, знают и знаком с этим микрофонным массивом, он может работать и с предыдущей линейкой, и с линейкой TS03. Также во всех микрофонах есть встроенный DSP-процессор. Частота дискредизации 48 кГц с отличным качеством звука. Также поддерживается пятиполосный эквалайзер. В этих микрофонах используется новый чип, который позволяет или сокращает время загрузки микрофона, который составляет всего пять секунд. То есть мы включили микрофон, через пять секунд беспроводной микрофон готов к работе. Насколько я помню, 101 микрофон, который с того 100 работает, он с момента включения системой синхронизируется, ну, только в течение 12 секунд. То есть там не моментально. А здесь он практически с момента включения уже сразу готов к работе. Ну и, собственно, данные микрофоны, так как используется у нас технология Wi-Fi 5 ГГц, данные микрофоны поддерживают 128-битную технологию шифрования АЭС или ВП1, ВП2, вращающую прослушивание системы. Поддерживают, имеют наличие интерфейс для зарядки, то есть не надо из них там вот эти вот батарейки, которые там используются, батарейки аккумулятора 18650. Не нужно их в отрасли, конечно, как можно, для того, чтобы зарядить и вытащить со всех микрофонов, которые вы подсоединили, и какой-нибудь там блок зарядки самих 18650. Можно сами микрофоны. У них теперь в новой линейке у всех USB Type-C. В первой линейке там у кого-то был Type-C, у кого-то USB. Вот тут Type-C можно даже, например, взять ненадолго и свой мобильный телефон же зарядить, например. И это все в среднем, все микрофоны с полностью заряженными аккумуляторами работают где-то 14-15 часов. Есть модели, которые работают больше. Сейчас мы конкретно про каждую модель поговорим. Это топовый микрофон в линейке TSW-301. В вариациях председателя делегата. Вы видите его рекомендованную розничную цену. 4,3-дюймовый полноцветный сенсорный экран. Микрофон гусиная шея. Три языка меню, русский, английский, французский, китайский, речевой секундомер, таймер, голосование, конференц-услуги. Правда, в данном микрофоне уже в отличие от микрофонов проводных один уже разъем для наушников, джек 3,5 мм. Интерфейс USB Type-C для зарядки и обновления ПО. В данном микрофоне 6 аккумуляторов типа 18650. То есть их, как Юрий сказал, не нужно вынимать. С помощью интерфейса USB Type-C и специального зарядного устройства они заряжаются подключением через кабель. Данный микрофон поддерживает до 17 часов непрерывного разговора или 24 часа в включенном режиме. Также в данном микрофоне, как вы видите, есть и отверстия на боковых, на верхней панели по бокам. Но в данном микрофоне также отсутствует встроенный динамик. То есть это, так сказать, можно сказать, технологические отверстия вентиляционные. Данный микрофон TSW-301D или DA, это точно такой же микрофон, как и предыдущий, но микрофон не гусиная шея, а микрофон типа пушка. Также он без встроенного динамика идет. Самый бюджетный беспроводной микрофон в линейке TSW-302. У него нет уже сенсорного экрана, у него маленький LCD-экран, который отображает заряд аккумулятора и уровень связи. И номер микрофона, аги-микрофон. Также нет разъема для подключения наушников и также нет неустроенного динамика. У нас всего два аккумулятора 18650 по сравнению со 101, где их было аж 6 штук. Количество аккумуляторов отличается. В топовом микрофоне 6 штук. Здесь, так как нам не нужно подсвечивать экран большой, то здесь достаточно двух аккумуляторов. Насколько я помню, подтвердимые слова, у нас аккумуляторы уже сразу укомплектованы. Да, мы отгружаем микрофоны уже в комплекте с аккумулятором. Также микрофон с сенсорным экраном. Немножко дешевле он получается, чем топовый микрофон. По функционалу на топовый микрофон ничем не отличается. Но просто вот такой немножко более простой дизайн. В нем уже не 6 встроенных аккумуляторов, а 4, в отличие от топовой модели, до 14 часов непрерывного разговора. Также у него нет разъема для подключения наушников, и он идет без встроенного динамика. Для работы беспроводных микрофонов нам необходима точка доступа. Технология Wi-Fi 5 ГГц. Данная точка доступа поддерживает до 55 беспроводных микрофонов. Питается она по пое, и радиус действия 50 метров прямой видимости. Хотелось бы добавить, что микрофоны... Во-первых, вот эта точка доступа, она раздает Wi-Fi-сеть закрытую, скажем так, скрытая Wi-Fi-сеть. То есть ее, например, нельзя увидеть с мобильного телефона, если нажать в поиск Wi-Fi-сети. Она скрытая, а микрофоны, они автоматически подключаются к этой Wi-Fi-сети. То есть она, как бы сказать, стандартная, и микрофоны автоматически на ней регистрируются. И после того, как, например, мы приобрели 10 микрофонов, мы их все включили в первый раз, чтобы настроить, они автоматически увидятся в системе. Ну, возможно, что произойдет конфликт номеров микрофонов, да. И надо будет через контроллер нам правильно настроить нумерацию. Как-то микрофоны пытаться программировать для того, чтобы они с Wi-Fi-точкой доступа, либо какую-то специальную Wi-Fi-сеть организовать. Нет, не надо, для этого уже просто существует уже готовая точка доступа, подсоединил, и как бы у тебя все сразу готово. Да, производитель рекомендует использовать свою родную точку доступа, TSW-111. Цена не указана, потому что данная точка доступа, она работает и с предыдущей системой, TSW-100, да. Есть на сайте, на нашем сайте. Да, цены есть на нашем сайте, да. Розичные цены, да. Ну и, собственно, вот зарядное устройство, которое также было доступно и как бы в предыдущей системе. Цена, ровный блок питания с защитой от перегруза, коротких замыканий и рассчитан на 10 микрофонов. 10 USB-портов, которым мы можем подключить 10 микрофонов на ночь на зарядку, например, после того, как провели конференцию. Ну и вот совместимость. Коллеги, смотрите, значит, проводные микрофоны серии TS-03 работают только с контроллерами серии TS-03, TS-03M или TS-03MA. Беспроводные микрофоны серии TS-03 также работают только с контроллером, наверное, беспроводные TSW-3301, там, 300X, скажем так, только с контроллерами третьей серии. То есть нет никакой там обратной совместимости, и микрофоны предыдущей линейки TS-02 или TS-W-100 не работают с новым контроллером, к сожалению. Да, это работает только со своим контроллером, предыдущим TS-W-100. Единственное, что получается, это у нас аксессуары, часть поддерживает, это переходник с... Да, и с пяти пинов на виду и пару, да, с шести пинов на виду и пару, да. Доступ и зарядник для беспроводных микрофонов, да, они как бы перешли от предыдущей системы. Хотел поделиться, скажем так, своими впечатлениями о тестировании нового контроллера, соответственно, удалось мне потестировать новый контроллер, вот этот 0300M, по-моему, без Dante и без Aeco, да, был, понимаем. Да, он простой контроллер, бюджетный. Да, с беспроводными микрофонами, потому что проводные еще не доехали, поэтому тестировал с беспроводными. Также, скажем, по обязанностям своей работы я сталкивался, соответственно, мы уже там три года продаем TS-W-100. Вот, очень сильно порадовала переделанная новая программа управления по третьей серии. Она стала гораздо более интуитивно понятной и дружелюбней по сравнению со старой. Как, может быть, кто-то из присутствующих трогал, смотрел, тестировал, может быть, даже уже продали. Новый гораздо симпатичнее выглядит, понятнее, дружелюбнее. А также появился вот этот вот на веб-интерфейсе управления микрофонами, который тоже очень, скажем так, помогает в работе и администратору, модератору. Удобнее стало сервисной авторизации голосования, то есть гораздо это симпатичнее все выглядит, и сразу появляется изображение на втором экране, которое можно транслировать. И нужно будет, в этой ситуации мышкой это как-то быстро передвинуть на второй экран. Видно в программе запросы пользователей по конференц-сервисам, там ручку, бумагу, тоже это все очень удобно пользоваться. И вот проверял, специально у нас была задача, у меня стояло, что нужно проверить интеграцию с терминалами Ялинг, где не камеры на говорящего. То есть да, это тоже работает. Как раз я проверял его с новым терминалом М800 и камеры 84. Это все работает точно так же, как и на предыдущих, скажем так, решениях. Вижу вопрос есть от Константина Чакобова. Микрофоны взаимозаменяемы или для каждого пульта свои? Я думаю, наверное, это имеет в виду гусиники. Да, Константина, ну как мы уже говорили, у нас микрофоны идут в комплекте с либо микрофоном гусиная шея, либо с микрофоном типа пушка. То есть они заранее идут в комплекте. Нельзя заказать отдельно корпус, отдельно микрофон. Длина микрофона приблизительно где-то порядка 41-42 сантиметров. Длины микрофонов тоже приблизительно одинаковые. То есть нет коротких гусиных шеи или там супер длинных гусиных шеи. Гусиные шеи длины где-то порядка 41-42 сантиметров. Ну, например, вот как видно на картинке на 103-м, для примера возьмем у него микрофон гусиной шеи, а он откручивается. Там трехкиновый, по-моему, интерфейс на нем. В принципе, из такого же микрофона, либо, например, с какого-то другого гусинека, например, он здесь не откручивается. Вот, например, со 101-го, у него тоже откручивается микрофон, и микрофон забрать и переподсоединить можно. Мы займемся вопросом поставки отдельных микрофонов в виде, как аксессуары, например, если вдруг он сломается. Пока у нас там запросы от сломанных микрофонов не поступало за три года. Случаев не было. Но мы проработаем вопрос, чтобы потом, ну, как бы оперативная была возможность его решить. Ну и, собственно, в нынешней ситуации к нам уже начали обращаться наши партнеры, с которыми мы работаем давно по бренду ITC. Некоторые из них использовали наши решения, а некоторые по там различным причинам, по желаниям заказчика или каким-то корпоративным стандартам закладывали. Известные там европейские или американские бренды, которые в данный момент стали нам недружественными. Вы видите на данном слайде, что все там бренды, представленные на картинке, мы можем перевести и заменить нашими системами ITC. Контроллерами, микрофонами. Здесь не будем мы подробно останавливаться на функционале. Как вы видите, вот здесь просто сразу бросается в глаза, да, что наши микрофоны сразу в комплекте с микрофонами типа гусиная шея или пушка. У брендов-конкурентов они поставляются отдельно. Но они, собственно, и стоят дополнительных денег, и в результате стоимость микрофонов комплекта увеличивается. И второй момент, про который я вам хотел бы сказать, как вы знаете, да, там у Bosch, Shure, Televika очень сложная система лицензирования. У кого-то там проще, у кого-то сложнее, но все равно там для открытия функционала, например, у Bosch, там функционал голосования, функционал регистрации, функционал синхронного перевода. Все открывается покупкой специальных дополнительных лицензий. Соответственно, здесь у нас нет необходимости покупать лицензии. У нас все это продается из коробки. Весь функционал и регистрации, и голосования, и синхронного перевода, он идет в комплекте к контроллеру по умолчанию и входит в стоимость. То есть, сразу покупаешь леску, которая имеет полностью весь функционал, и не нужно потом, либо потом доплачивать, либо на стадии заказа. Единственное, получается, что ограничение, что мы не можем, например, насколько я знаю, у Bosch, потому что с ним часто сталкивался, у него микрофон, и ты можешь как бы из делегата председателя сделать. Да. Он там может что-то дополнительное купить, может быть, требуется. У нас же это как бы жестко закрепленные позиции. То есть, коллеги, если у вас есть проекты, в которых были заложены недружественные нам теперь бренды, вы можете, а проект нужно реализовать, вы можете обратиться к пресейл-инженерам. И, собственно, здесь цен нет, коллеги, да, цен нет, здесь только слайд. Если вам нужно, необходимо все-таки реализовать проект, он у вас уже вышел на стадию реализации, но поставка оборудования невозможна, обращайтесь к нам, мы постараемся предложить вам решение с максимально приближенной по функционалу, и если, возможно, есть какая-то срочность поставки, возможно, даже что-то предложим вам с нашего московского склада. Тогда, наверное, еще закончим это решениями, которые, соответственно, о чем можно рассказать. Ну, применение конференц-системы, новой конференц-системы, оно как бы стандартно для больших и там средних залов, банкетных залов, элекционных аудиториях, для проведения различных конференций, там круглый стол. При любых вариантах вы можете, рекомендователь, использовать конференц-систему новую серию TS-03. Ну и дальше мы рассмотрим, как бы, такие, ну, стандартные варианты применения, и они более наглядные, давайте к ним перейдем, да. В принципе, способ применения, это вот, как и старый комплект, это, в принципе, конференц-зал. Прямо принципиально новое, это что мы можем один контроллер использовать сразу для нескольких помещений, там, одновременно, и там, нескольких банкетных залов, там, несколько конференц-залов, либо несколько аудиторий. Это вот принципиально новое, что мы можем предложить. Вижу, Андрей пишет, расскажите про массив, я так думаю, что это, наверное, про беспроводной массив. Да, беспроводной микрофонный массив. Андрей, давайте так, мы вам вкратце расскажем тогда про него. Массив имеет диаграмму направленности кардиоида, данный массив может работать и с предыдущей системой TSW-100, и он также поддерживает работу и с новой серией контроллером TSW-03. У него два встроенных, два аккумулятора, у него небольшой несенсорный экран, аналогичный вот к 302-му микрофону TSW-302, который отображает ID микрофона, заряд аккумулятора и качество приема. Все больше там особого никакого там сложного функционала на нем нет. Если интересно, запросите там, либо у меня, либо у Юрия, можем прислать вам дата-шип. Проще будет посмотреть на нашем сайте, микрофон называется, давайте я просто запишу сейчас в общий час, чтобы это было видно. Он бывает тоже как председательский, так и делегатовский, но желательно, вот могу по своему опыту сказать, что желательно микрофоны разные в зале не использовать. То есть условно, так как у них разные частотные характеристики и чувствительности, лучше их не миксировать. И смотрите, данный микрофон, он немножко выбивается из общепринятой, так сказать, системы обозначений. Видите, у него все беспроводные микрофоны у компании ITC, они идут с обозначением W. У данного микрофона нет W, да, вот один единственный микрофон без W, но он является беспроводным микрофоном. Вот на слайде представлен один из вариантов применения, здесь применяется беспроводная система, она может быть установлена без нарушения там оригинального дизайна помещения. Собственно, если уже был сделан зал и нет возможности прокладки кабелей, то это один из тех вариантов, когда вы можете применить беспроводную систему, беспроводные микрофоны. Праморный стол, красного дерева, стеклянный стол, провода, да, все уже проложены, ничего нельзя сделать. Можно, например, точку доступа за потолком вообще спрятать за фаршем. Ну и как вы видите, вот показана схема подключения, всю систему озвучивания зала, проведения конференции, все можно сделать на нашем, на одном бренде, бренде ITC. Единственное, здесь вот только Wi-Fi, вернее не Wi-Fi, а по и-по и коммутатору используется, ну дружеская нам бренда компании Wytek. Да, 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 мы тоже… Мы все подключим, он предложил. Ну вот тоже один из вариантов использования беспроводных микрофонов. Здесь, как вы видите, используются как раз беспроводные микрофонные массивы. Опять же, выбор того или иного микрофона зачастую зависит от требований самого конечного заказчика. Да, от предпочтений, скажем так. Мы сейчас часто стали получать, что люди устали от гусиных микрофонов, которые тычутся в лицо, да, и многие рассматривают решения именно на таких массивах, которые стоят, много места и визуально много места не занимают. То есть не нужно постоянно там нагибать, убирать в сторону микрофон гусиной шеи. Вы заставите направленный массив микрофонов и… Нет, здесь из-за принципиального штук об отличие не только в микрофоне. Здесь уже можно установить камеру, которая находится над световой панелью, над экраном, да. Если это какая-то одна камера сторонняя, то мы можем на прямую контролеру, либо там через ВКС установить связь. Да, следующее решение, как раз когда необходимо, например, использование резервирования, например, планируется проведение какого-то знакового мероприятия, там, например, совет директоров, приехали директора там из регионов, все это будет вещаться, например, там, либо в ВКС, либо еще куда-нибудь, и необходимо резервирование, да, чтобы не пропал звук. Вот один из вариантов применения микрофонов с резервированием. Мне кажется, здесь так будет много кабелей, что я, наверное, все-таки в этой схеме рекомендовал кольцевое использовать, нежели, кажется, просто будет банально проще и удобнее. Всего одну штуку поставить, вот как раз… Ну вот вариант, да, вариант применения как раз при использовании схемы с кольцевым резервированием. Как вы видите, вариантов применения много, все схемы у нас есть, наш отдел пресейлов вам предложит то решение, которое будет более, как бы, удобно и подходить под требования заказчика. Ну вот здесь вы видите еще и предусмотренная интеграция с системой синхронного перевода. У переводчиков стоят, соответственно, плюты микрофонов, переводчиков, в зале у людей находятся бесспоронные приемники. Инфракрасные приемники, индивидуальные. Да, да, да. Инфракрасные излучатели распределены по залу так, чтобы всех охватывало. Президиум использует микрофоны и, собственно, принимает каналы синхронного перевода, подключив к микрофонам наушники. А депутаты в зале, делегаты в зале используют индивидуальные инфракрасные приемники беспроводные. Также, например, у нас есть и просто обычные колонки, но, например, у ITC в форсфеле есть и линейные массивы, то есть такие вот концертные блоки мы собираем. Для больших залов можно предложить достаточно мощную акустику для озвучивания. Ну и, собственно, топовый вариант применения данного контроллера, когда у нас есть один контроллер, и мы на одном контроллере можем организовать несколько независимых конференций, как мы видим, в трех залах. С помощью встроенной матрицы мы выводим звук в необходимые нам зоны, и, собственно, микрофоны работают в нужных нам группах или там... Да, то есть мы создаем группу микрофонов и указываем, что вы там работаете с зоной такой-то. И так предварительно все настраиваем, и у нас независимая система работает. Вот, коллеги, ну, в принципе, мы хотели или рассказали все то, что было запланировано. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, готовы на них ответить. Наши контакты вы видите, рассылка записи, там, или выложим мы наш этот вебинар, обязательно он будет доступен. Если есть вопросы, можете обращаться либо к Юрию Якушину, либо ко мне, к Алексею Злобину. Наши вот имейлы видите на экране, можете их там у нас сфотографировать. Я буду еще минут 10 посидеть, если, коллеги, если есть какие-то вопросы, задавайте. Я думаю, мы еще минут 10 сейчас посидим, подождем. Ну и, коллеги, как вы видите, мы проводим нашу конференцию, вернее, наш вебинар из демозала. Демозал находится в Москве, в бизнес-парке Greenwood, где находится наш основной офис. В нашем демозале представлены решения аудиоконференции, видеоконференции, представлена наша безбумажная конференц-система с выдвижными мониторами. Все это находится в боевом виде, то есть можно заранее записаться, приехать в наш демозал и посмотреть те решения, которые вас интересуют. Можно также привозить сюда к нам и ваших конечных заказчиков. То есть все это доступно, все мы вам можем здесь показать, рассказать, ответить на все ваши вопросы. К сожалению, третью линейку мы показать здесь все не можем по определенным причинам, но также на нашем сайте, где описано про стен бронирование, там представлено, вообще даже описано оборудование и те решения, которые мы можем здесь показать. Вот Евгений спрашивает, с помощью какого микрофона проводить сейчас вебинар? Не очень удобно, мы сейчас взяли попробовать спикерфон E-Link CP900. Да, вот с помощью такого спикерфона у нас идет звук в конференцию сейчас. Да, у нас там компьютер спрятан за монитором, с которого мы сейчас обещаем. Был вариант с камеры E-U-C30. В принципе, мы можем, кстати, для сравнения, я могу сейчас переключить, чтобы с камеры прозвучало. Вот у нас сейчас микрофон с камеры идет. Можете, кстати, отписать. Оценить качество звука, какой звук лучше был, со спикерфона или с микрофона камеры. Просто микрофон так-то поближе находится, с камеры хуже. Ну вот. Поэтому мы решили положить себе здесь спикерфон, благо он у нас здесь был. Алексей Маденов спрашивает, по качеству звука лучше пушка, гусиная шея или массив? Ну, это, да, Алексей, здесь это субъективно, да. В них одинаковые встроенные DSP-процессоры, микрофоны все с высококачественными встроенными капсулями, как микрофон пушка, так и микрофон гусиная шея. Микрофонный массив также встроен, массив из шести микрофонов. Я бы, наверное, сказал бы гусиная шея, потому что она ближе, чем остальные, просто к источнику звука. Наверное, благодаря этому, наверное, получше будет. Можно протестировать и, собственно, на основании этого не принять решение о том или другом виде микрофона, который планируется к использованию. Алексей Панасенко спрашивает, какой кабель нужен. Алексей, а можете прокомментировать, Александр, извиняюсь, для конференц-систем. Что вы имеете в виду, то есть какой кабель для подключения чего? Если вы имеете в виду кабель для подключения проводных микрофонов, то все проводные микрофоны подключаются витой парой. Требуется переходник, сейчас я открою слайд, у нас здесь есть. То есть сколько линий мы пускаем, контроллеру можно 4 линии пустить. Вот, используется вот этот переходник. ТС-03 ДРМ, он из 6 пинов делает переход на витую пару. Вы такой кабель подключаете напрямую к любому из портов контроллера и дальше уже идете витой парой. Либо вы можете из контроллера пройтись стандартным кабелем 6-пиновым. У нас есть кабели 5, 10, 20, 50 метров. И дальше подключиться уже вот таким переходником. Но так как микрофоны третьей серии работают все по витой паре, то есть нет необходимости использовать вот эти проприетарные 6-пиновые и 6-жильные кабели, а можете сразу из контроллера, подключив вот такой переходник, перейти сразу на витую пару. Витую пару проще прокинуть. И вопрос про идет ли он в комплекте. Нет, этот переходник заказывается отдельной позицией. Он не очень дорогой, это отдельная позиция для заказа. Но опять же, если вам необходима система, и вы сделаете запрос нашим пресс-сейл-инженерам на систему, то данный переходник обязательно включит спецификацию. Я бы хотел отметить, что комплект контроллера, то есть там входит питание и набор кабелей. Я хотел это к тому, что, например, нет в комплекте кабелей для подключения, ну, аудиокабелей, например, чтобы звук вывести на микшер или через звуковую матрицу. Этого кабеля в комплекте нет, это нужно, соответственно, самому приобретать. Также нет кабелей для подключения к европланке. Прессомат европланка есть, но вот кабель, который потребуется, его, соответственно, отдельно. Его в комплекте нет. Это кабель питания, там стандартный набор, это краткая инструкция пользователя. Раньше шла флешка с программным обеспечением или диск. Диск, по-моему. Диск, да. Но комплектацию вы можете уточнить. То есть мы его можете там запросить, и мы вам пришлем более подробную полную комплектацию, что идет в комплекте контроллера. Вообще мы стараемся это на нашем сайте. Ну, на нашем сайте, кстати, в разделе, заходите на страничку данного устройства, и там в разделе комплектация, скорее всего, получите информацию о комплектации данного устройства. Витая пара какой категории должна быть? Ну, должна быть не хуже 5 йен, ну, конечно, чем лучше, тем лучше. Если есть возможность шестую заложить, то лучше шестую. И тогда, например, у вас эта витая пара лежит рядом где-то с силовыми кабелями, то лучше, конечно, экранировать тогда, чтобы было меньше шумов. Как раз-таки у нас вот этот авиационный кабель, он из-за чего толстый, из-за того, что он там это экранировал. Евгений, возможно, упустил момент, если у нас большое помещение, мы можем использовать 2-3 точки для увеличения подкрытия. Да, конечно, к контроллеру мы можем подсоединить до скольки? До 30, по-моему. До 6 точек. Но через поле коммутаторов. Да, 300 беспроводных микрофонов поддерживается в контроллере. Каждый по 50. Каждый по 50 в среднем, да. Да, и караски для этого используются пое-коммутатор, например, от Вайтека или любой другой, наверное, неуправляемый. Wi-Fi порт поя на третьей серии до споя. То есть одну точку доступа мы можем сами... Запитать без контроллера. Да, без поя-коммутатора. Например, в предыдущей W100, то есть именно в церковом контроллере, тут есть тоже Wi-Fi разъем для подключения точки доступа, но он без поя. И мы всегда предлагаем там пое-инжектор компании Вайтек. Например, в W100 серии есть бюджетный контроллер, который работает только с беспроводными микрофонами. Он такой одноюнитовый, маленький. Там у W100MS он называется. У него тоже есть встроенный модуль поя, который позволяет точку доступа запитать. Только одну точку доступа запитать, да. Если вам необходимо систему расширить, нарастить количество микрофонов, то нужно использовать поя-коммутатору и дополнительную точку доступа. Количество точек доступа, да, выбирается по количеству... Ну, так, чтобы покрыть помещение. Покрыть, да. Может даже микрофонов 10, но если такое большое помещение, то... Вижу вопрос Александра по поводу автонаведения. Можно ли использовать сторонние камеры? Да, можно использовать сторонние камеры. Краски используя интерфейс RS-232. Практически у всех камер USB-шные, которые рассчитаны на большие переговорные комнаты, даже у китайских камер, у них всегда есть RS-232 и, соответственно, в комплекте разъем. Ну, сам провод вот этот вот готовый для подключения. И одну камеру можно напрямую к контроллеру подсоединить. И, соответственно, на камере создаются пресеты. Главное, чтобы камера поддерживала управление там виско-пелка. Обычно виско используется. Создаются пресеты, а через контроллер, через программу управления контроллером, ну, фактически идет привязка. Номер микрофона равен номеру пресета. И все. И после этого начинает работать управление камерой автоматическое. Можно любые. Lumens, Panasonic. Главное, чтобы был, соответственно, разъем, потому что по сети контроллер не умеет отправлять команды. Если камера 4 штуки, то для этого потребуется какая-то внешняя система. Либо использовать комплект терминал E-Link, если требуется классическая система VKS. К контроллер терминалу можно подключить камеру E-Link в 4 штуки. И у каждой камеры будут свои пресеты. И активная камера будет на большой экран высвечиваться. Терминал E-Link можно подсоединить до 9 камер. Только такое решение. Я так понимаю, если камера внешних 4 штуки сторонних? А, нет. 4 штуки сторонних. Мы же не можем. Мы можем только одну. Евгений, продолжение наведения. В случае, если используем камеру E-Link UC84 и конференция систем без терминала. У 84 камеры нету RS-232 интерфейса. Это чисто USB камера. То есть, без терминала она никак не сможет взаимодействовать с контроллерами ITC. Ее можно просто подсоединить к компьютеру, к ней подключить микрофоны проводные и беспроводные E-Link, которые там все направлены. E-Link сам производит. Ну и, соответственно, получить такое решение для средних и больших переговорных полу. То есть, со сторонними камерами можно только одну использовать. Да, совершенно верно. Только одну камеру, потому что один интерфейс всего для подключения, соответственно, одной камеры. Вы знаете, есть еще, да, есть еще у производителей, у того же Panasonic и Lumens, насколько я знаю, есть специальные пульты для управления камерами. Такой пульт, контроллер для камер. Вот возможно, да. Если этот пульт поддерживает WISCO и PLCO, то возможно подключить контроллер к этому пульту, а уже с помощью пульта управлять камерами, либо настроить пресеты для камеры. Если, опять же, этот интерфейс поддерживается на пульте управления камерами. Они все спрашивают, открытый API интерфейс есть, если все-таки требуется контроллер. Я так понимаю, что все-таки открытый API интерфейс есть. По управлению, по какому-то по интеграции со сторонними системами. Контроллеру имеется в виду или контроллеру? API открытого документа нет. У нас производители недавно по запросу коды управления. Помнишь? Коды управления присылали для матриц, для аудиоматриц. У нас есть коды управления, которые присылали для того, чтобы с кристаллером АМХ подружить. Мы можем прислать по запросу, соответственно. Пишите на почту, и ту информацию, которая есть, мы обязательно предоставим. Если даже, например, мы не можем на какой-то вопрос ответить, у нас есть связь с производителем. Если мы не знаем, то вендор знает. Коллеги, ждем еще вопросы. И такая еще дополнительная информация. Мы, возможно, в ближайшее время запланируем еще один вебинар. В связи с создавшейся ситуацией попробуем осветить полностью все линейки, все представляемое оборудование ITC теми возможностями, которые данные линейки могут закрыть, если у вас возникли проблемы с поставками оборудования других брендов. Аудиоконференц-система, если необходима система озвучивания, это усилители микшера, акустика. Все это также у нас есть в линейке ITC и есть на нашем складе в Москве. Если нужны выдвижные мониторы, если какие-то вендоры не поставляют свое оборудование топовое, то можем предложить вам моторизированные выдвижные мониторы. Если необходима полноценная система, мы можем вам предложить безбумажную систему для проведения конференции без бумаги. Какую-то там простую коммутацию аудио-видео также можем вам предложить. Все это мы попробуем рассказать в вебинаре, который будем планировать на ближайшее время. Поэтому следите за новостями, приходите к нам на вебинар, я думаю, будет интересно. Очень бы хотелось, чтобы вы расширили линейку оборудования ITC, которые вы можете поставить. Судя по сайту, у них огромный набор оборудования. Да, совершенно верно. ITC – это очень большая компания. Они там и видеостены, и золотые панели собирают различным размером пикселей. Также они системой оповещения занимаются. Коллеги, все у нас в планах. Все упирается только в наши, так сказать, людские ресурсы, в инженерные ресурсы. Все это мы планируем. Я думаю, в ближайшее время мы расширим, обязательно расширим линейку поставляемого оборудования. Нам полезна обратная связь, которую вы нам даете. Поэтому пишите, спрашивайте, что вам интересно, и мы постараемся это оборудование начать поставлять. Пока мы сами себя ограничили тем, что мы можем предложить в рамках переговорной комнаты или какого-нибудь там конференц-зала. Это вот как раз-таки мы начали именно с конференц-системы интеграции с решениями от EOLIM. Соответственно, если нужно что-то еще, пишите нам по запросу. Мы, конечно, будем двигаться в этом направлении. Нам в любом случае полезно будет знать, что требуется рынку, и, соответственно, уже от этого будем отталкиваться. Коллеги, спасибо большое. Контакты есть, запись будет в вебинаре. Не будем вас больше задерживать. Спасибо большое, что присоединились, послушали нас. Я думаю, было интересно. Спасибо вам. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok